Каждые два года, если вы взглянете на область саморазвития и в особенности на область привлечения процветания, что-то такое появляется на рынке, что приковывает взгляды, будь то книга или фильм. И, конечно, номер один в последние пару лет, безусловно, был фильм «Секрет». Я уже говорил в своем блоге, журнале, на своих семинарах, что получаю больше вопросов о секрете, чем о чем-либо другом. Так что давайте поговорим о секрете секрета и о моих мыслях по поводу фильма. Прежде всего, я люблю этот фильм по двум причинам. Одна из них — он действительно донес закон притяжения в сознание масс. Большое количество людей, которые даже об этом не думали или думали как о чем-то странном, сейчас это нормально воспринимают. И, конечно, мои друзья и коллеги, которые там участвовали, например, Джо Виталий и мой друг Джеймс Рэй, Боб Проктер, Джон Мартини, просто замечательный парень. Эти замечательные люди там, которых я знаю, я действительно рад их там видеть и расширение их популярности на рынке. Проблема, которая у меня есть по поводу этого фильма — это слишком упрощенный взгляд на процветание, недостаточный для того, чтобы научить людей создавать процветание в своей жизни. Есть так много людей, которые думают, пишут или приходят ко мне и говорят, «Ты знаешь, я смотрел секрет 27 раз. Почему еще мой Ламборгини не стоит у меня в гараже?» Знаете, ребята, еще у квакеров была поговорка «Пока молишься, двигай ногами». Я бы сказал еще более приземленно. «Пока молишься, подымай свой зад». Вы не можете смотреть секрет 11 раз или 27 раз, или 87 раз, и думать, что всего этого достаточно, чтобы привлечь процветание. Закон привлечения — это один из семи универсальных законов, которыми, мне кажется, вам стоит жить, чтобы создать процветание. Так что вам нужно придерживаться закона круговорота процветания, закона вакуума, закона отдавания и получения. Я бы сделал фильм, в котором можно было бы рассмотреть и другие законы. Вам просто стоит иметь большую картину перед глазами, и вам нужно предпринимать действия, не просто думать позитивно. Позитивные мысли действительно важны. «Пока молишься, подымайся, 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 подымайся сознание процветания, кто-то подойдет к вам с замечательной идеей, и вы подумаете, что это плохая идея. Вы не обратите на нее внимания. Или наоборот, кто-то подойдет к вам с плохой идеей, знаете, с цепочкой писем или финансовой пирамидой, с чем угодно. А вы «О, это потрясающая идея!» и потратите все свои жизненные сбережения на какую-то глупость. Это то, что случается, когда у вас неправильное сознание. И то же самое, если у вас нет сознания процветания, и кто-то подойдет к вам с потрясающей идеей. Вы скажете, «О, нет, тебе нужно оказаться наверху, нужны деньги, чтобы делать деньги, нужно знать нужных людей, или нужно образование, или статус». У вас просто будет куча оправданий этого не делать. Так что, пожалуйста, поймите, иметь правильное сознание важно. Вам нужно понять, что давая своему уму позитивные мысли каждое утро, когда вы просыпаетесь, каждую ночь, когда перед тем, как пойти спать, если вы будете это делать, то разовьете сознание процветания, и вы начнете притягивать людей, обстоятельства, которые позволят вам создавать процветание. Но вам все же придется действовать. Так что запомните, ищите процветание, и когда его увидите, используйте эти возможности. Меня зовут Рэнди Гейдж. Спасибо.